всем привет друзья наконец-то мы открываем новый дачный сезон 2024 в этом выпуске вас ждет влог где мы будем рассказывать как перезимовала наша дача как сработал дренаж и вообще про планы на грядущий сезон будет интересно погнали первым делом мы собираемся запускать водопровод и подключать септик чтобы у нас уже были все здесь удобства на даче это наша насосная автоматика уже пятый год служит нам верой и правдой сейчас славочка и и установит голыми руками голыми руками естественно ключ забыл опять у нас экраны в доме открыты мы их на зиму открыты и оставляем поэтому прежде чем запускать пойду все закрою чтобы как по запрошлом году не получилось вновь стало популярным видео про дренаж которое мы снимали три года назад и многие сейчас интересуются как чувствует себя наш участок как отводится вода сейчас мы вам покажу это уже третья весна когда мы приезжаем на сухой участок это состояние участка на данный момент обычно у нас именно вот в этой части были лужи сейчас видите все сухо уже третий год так нам очень нравится и мы ни разу не пожалели что сделали дренаж воды набралось выше уровня труб значит грунтовых вод очень много соответственно дренажа будем выкачивать видимо до конца дня пойдемте посмотрим что у нас в основном нашем колодце колодец у нас под завязку практически полный теперь осталось туда закинуть насос и вывести шланг на зиму я его убираю на всякий случай чтобы не разорвало а то мало ли привязать забыл у нас уже сколько там утопленников лежит один точно там есть а а а Все, вывели в канавку. Так, ну все, Слава подключил. Продолжение следует. Самые внимательные, наверное, заметили, что у нас по центру участка огромная гора веток. А все потому, что мы сделали обрезку нашим старым 30-летним яблоням. Вот они, эти две красотки. Одна у нас стоит перед баней, вторая за баней. Вернее так, сначала я думала, сама это сделаю, но потом поняла, что объем просто огромен. И мы просто пригласили специалиста, который нам в конце зимы все тут подкоцал. Сегодня у нас будет обрезка наших старых яблонек. Потому что у нас скоро яблоня там завалит террасу. Вот эта суперская яблоня, на ней очень крупные яблоки растут, но она вон уже покушается на террасу. Полностью перегородила нам лестницу. И вот тут мы уже отпилили перилку. И вот так ветка ушла, полностью закрыла проход на лестницу. Вот такая ветка идет. И вот она встречается с другой яблоней, которую тоже сейчас обрезают. Нам еще предстоит обрезка вот этой огромной рябины. Мне очень хочется ее сохранить, потому что она шикарнейшая. Но она очень, видите, там очень много у нее стволов, и ей от этого тяжко. Плюс она, поскольку огромная, перекрывает свет для вот этой яблони. Перед следующим сезоном мы вновь намерены пригласить специалиста, который нам сделает обрезку рябины, каштана при входе и еще черешин. Если вы хотите, напишите об этом в комментариях. Мы договоримся с этим специалистом, и он ответит на вопросы и вообще расскажет, как правильно проводить обрезку плодовых и неплодовых деревьев. Мне предстоит вот эту гору веток измельчить. Заодно я обзаведусь мульчей на целый сезон. Измельчать я буду при помощи измельчителя. Это очень классный, полезный прибор для дачи. У меня был какой-то желтенький ноунейм, и он проработал ровно год и сломался, к сожалению. И мы обзавелись новым, потому что поняли, что без измельчителя уже никуда. Потому что очень много обрезок всяких, ветки остаются, и надо их куда-то надевать. В общем, мы их измельчаем. Теперь пара слов про то, как перезимовала наша дача. В целом неплохо, но не без приключений. К сожалению, у нас оторвало снегодержатели с крыши дома. Мы их устанавливали в конце сезона на баню и на дом. И в итоге вот с крыши дома оторвало его. И вот эти крепления выдрало просто с корнем от крыши. И у нас теперь дыры. И нам это предстоит заделывать. Если у вас был такой опыт, то, пожалуйста, поделитесь с нами. Мы будем очень благодарны вашим советам. Вот так сейчас выглядит крыша. Если приблизить, то вот можно увидеть. Вот тут конек такой торчит. Вот тут дырочки черепицы. И вот они идут вдоль всей крыши. Вот их нам предстоит заделать. А вот сами снегодержатели. И дырки остались от вот этих вот штук. Видите, некоторые уголки прям погнуло сильно. Мы думаем сейчас на самом деле над тем, чтобы ставить теперь их, во-первых, на большее количество вот этих уголков. И сделать это в два ряда, чтобы так больше сдерживалась нагрузка снега. А вот на бане все отлично держится и без последствий каких-либо. Следующий неприятный момент, который у нас произошел за зиму, это навес над мангальной зоной. Его очень сильно погнуло. Он уже страдает у нас на самом деле третью зиму. Постоянно он у нас прогибается. Мы приезжаем на Рождество, скидываем оттуда большой слой снега, чтобы как-то полегче ему было. Но эта зима, мне кажется, была для него последней. И следующую он уже не выдержит. Его так уже покачнуло. И вот посередине, по-моему, видно, что уже проломилась часть. Так что в этом сезоне я предполагаю, что Слава будет осваивать сварочный аппарат, чтобы сделать нормальный нам навес. Так, проведаем колодец. О, ну уже вон сколько много воды убралось. Традиционно, пока Слава переобувает машину на летнюю резину, я раскрываю все свои растения, которые укропала на зиму, и убираю сухие ветки и мусор. Играет музыка Под видео, в котором я делаю миксбордер возле нашего дома, очень многие интересовались, как я убираю всякую листву. Ведь с камушками это очень неудобно, и как это вообще почистить, и все дела. Очень просто. Сейчас я вам покажу, как легко я убираю листву с этих камушков, и мне это труда не составляет. Съемка одной левой. Вот такие грабельки у меня есть. И вот так вот легонечко вытаскиваю всю листву. Вся листва этими грабельками чистится прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok В прошлый раз мы не успели закончить свои дела, потому что начался дождь, но сегодня мы продолжим и все сделаем. А дождь пошел, наверное, потому что Слава машину помыл. Вы интересовались, как себя чувствует алыча комета Кубанская? Вот так она сейчас выглядит. Зима у нас прошла не без потерь. У нас одна веточка сломалась. Вот здесь была ветка. И ее очень сильно наклонило снегом, что она треснула. Я ее в итоге совсем обрезала. А вот эта веточка тоже в таком же состоянии была. Я ее подперла, чтобы все нормально было. А так вот уже появляются листочки на ней. В целом она уже очень большая. Видите, как она сильно разрослась. И кто спрашивал, какой запас делать, полтора метра, это мало. Делайте, если будете сажать, метра три. Потому что конкретно моя алыча уже претендует на смородину. Вот, видите. То есть, если бы я вот эту веточку не подперла, она бы уже легла на смородину. Касательно остального плодового сада. Все тут в норме. Единственное. Это история с черешней. Пойдемте покажу. В прошлом году однажды я приехала на участок и обнаружила, что у этой черешни просто развернулись стволы. Видите? Он вот так треснул и вот просто наполовину развернулся. Я была в шоке. Вот здесь тоже такая же история. И я обрабатывала специальной штукой какой-то, типа смолы, которую мне дали в магазине. Стягивала вот эти все треснувшие места. И вроде бы сразу ей полегчало. Приступаем к глобальной работе по переработке огромного количества веток. Объем у нас немаленький. Славочка уже приступил. А это наш новый измельчитель. Будем пробовать. Надеемся прослужит долго. Кстати, посмотрите, как выросла трава буквально за несколько дней. Нам, видимо, еще и косить придется сегодня. А я буду хвалиться своей новой газонокосилкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что могу сказать, годная вещь. Вообще, измельчитель на даче, если один раз попробуете, мне кажется, подсядете навсегда. Получается вот такая вот мульча. Прежде чем ее использовать, я обычно где-нибудь расстилаю геотекстиль на солнышке. Просто высыпаю, чтобы она подсушилась. А когда она уже сухая, я ее уже упаковываю в пакетики. Такие большие из-под грунта. И все. Она у меня стоит в хозблоке. Я ее использую, когда мне нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдемте теперь посмотрим, как перезимовала наша пергола и кострище. Очень многие написали, что тушамотный кирпич, это вообще нельзя использовать на улице, что он весь треснет обязательно у нас за зиму. Давайте вместе посмотрим, треснул он или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первую зиму наше кострище пережило отлично. Так, еще много было вопросов, как же мы выгребаем угли и все такое. Давайте смотреть. Так, открываем. Ну, смотрите, это вот все, что остается, вот такие угольки, при последующем розжиге, они прогорают. Мы вообще отсюда ничего не убираем, честно говоря. Ни разу ничего не убирали. Ну, если даже придется что-то убирать, ну, как это обычно делается, берется совочек и убирается аккуратненько. Щебень там прибила, мне кажется, основательно, поэтому не загребается этот щебень особо. Теперь пара слов про перголу. Стоит она хорошо, ее не вытащила из грунта, как тоже многие нам предрекали. Единственное, что я вижу по брусу пошли вот такие трещины. Скажите в комментариях, пожалуйста, отчего такое произошло. Мы что, неправильную обработку провели? Вот с этой стороны тоже я вижу небольшие трещинки. Тут трещинка побольше. Ну, а так все стоит, все крепко и шатается. Ну, ладно, давай, хвались. Рассказывай, что там у тебя. Наконец-то у меня появилась новая аккумуляторная газонокосилка, потому что меня дико бесила эта катушка проводов, которую постоянно нужно было с собой таскать. И она сломалась, и вот, наконец-то, повод приобрести новую. Вы только обратите внимание на этот руль. Это же как гоночный болид. А вот и коробка передач. На этом мы заканчиваем свой влог. Спасибо, что были с нами, и поздравляем всех дачников с открытием сезона. Если вам понравилось, ставьте лайки, и пока-пока!